Привет! Как вы уже поняли, сегодня мы с вами будем варить. Но перед этим немного важных новостей. Я постараюсь побыстрее, а вы, пожалуйста, не перематывайте, как это вы любите делать. Реклама не будет. Они, кстати, эти новости всех касаются. Первая новость о том, как вы заметили, в начале июля мы сняли для вас 5 фильмов по химии, которые выйдут на телеканале Наука. О том, как это было, уже сейчас могут посмотреть спонсоры канала и подписчики на Патреоне. Но стать спонсором канала вы сейчас не сможете, так как Ютуб отрубил монетизацию на этом канале. Так что пока только на Патреон, если вы еще не спонсор канала. Проясняю ситуацию с монетизацией. На Ютубе есть такая фигня, как верификация, когда тебе приходит бумажное письмо из США с пин-кодом. Я это долбанное письмо жду с марта месяца. Судя по всему, в запоздании замешана Почта России. Новость эта плохая, так как в этом году я не монтирую свои видео. А отдаю все монтажеру, дяде Вове. Вот. А ему надо платить. Да, дядя Вова? Надо платить, кивает головой. Кроме этого, в среднем на весь продакшн в месяц уходит около 500 долларов. Собственно, благодаря спонсорской поддержке вашей, канал в этом году жил в среднем в ноль. Сейчас же резко мы ушли в минус. Так сказать, жир нарастить мы не успели. Конечно, можно опустить руки, поныть, что все плохо, ла-ла-ла. Но пойдем другим путем. Большая просьба ко всем, кому все это не безразлично. Я, конечно, понимаю, что времена нынче не очень, прям у всех не очень. Но те, кто желает помочь в трудную минуту, вы можете подписаться на патреоне. Либо же вот здесь вот, по стариночке, оказать, ну, небольшую хотя бы финансовую помощь. Прям вот напрямую. Кто-то уже на самом деле мне там писал, что я та еще меркантильная мразь, которая хочет много денег. Ну, блин, я хочу развиваться и развивать проект. Вова тоже хочет. Кивай, да, под кивни. А для этого нужен такой инструмент, как деньги. Те, кто этого не понимает, мне вас, к сожалению, искренне жаль. Вот, идем дальше. Третья новость. После съемок для телеканала «Наука» мы с коллегами умотали на сплав по реке часовая. Там было вот так. И вот так. А-а-а, холодно! И как видите, вот, загар у меня получился разный на разных участках тела. Тут вот есть загар, тут вот нет загара, тут, видите, кисти были в перчатках, чтобы рукам было удобнее грести и не было мозолей. Поэтому они, собственно, не загорели. Когда уже эти ученые изобретут ткани, пропускающие ультрафиолет. Ну, чтобы можно было в одежде прям загорать, не раздеваясь. Ну, или там, допустим, купальники только такие, которые не надо снимать, чтобы получить ровный и красивый шоколадный загар. А то все эти свои ракеты делают. Ну, достали уже. Так вот, надо бы мне этот загар разровнять и часть смыть. Поэтому варить мы сегодня будем, что? Правильно, мыло! Начнем с самого простого и относительно старого способа. Для этого нам потребуется два реагента, которые каждый из вас может достать сам. Просто сходить в магазин. На рынке я купил говяжий жир, целых полтора килограмма. Правда, мы не все будем использовать. А в Хозмаге... Фига, вспомнил Хозмаг. Короче, в магазине бытовой химии купил средство для прочистки труб, которое не что иное, как щелочь. Как же из этого получить мыло? Пойдемте, сейчас все покажу. Правда, до этого я так никогда не делал, но в этот раз литературку я все же почитал. Поэтому посмотрим, что же у меня получится. Для своих опытов мы взяли коровий жир. Говяжий. Говяжий жир. Но можно взять, допустим, свиной жир. Вот, допустим, вот от такой свинки. Та еще свинья была при жизни. Видите, вот так вот кушала, да? Вот. Но не спрашивайте, не мы ее грохнули? Но красавец, да? Красавец. Свинка. Вот. Может, как человек, свиной жир взять? Поехали делать. Развязываем пакет. Вот как все это выглядит. Жирно! Берем ложку. В этот раз наша ложка из столовой не перли. Хотя, может быть, кто-нибудь раньше и пер. Короче, берем жир. Что-то на нем еще есть. И кладем на весы... Ой, в стакан. Промышу жир. И снова кладем в стакан. Сопли какие-то. Ага. Сейчас стол придется мыть. Вах, какая точность! Высокопрецизионные измерения. Все, 200 грамм нам хватит. Теперь наша брать этот стакан. Будем ставить на плитку, включать плитку и греть плитку. О! Надо будет подождать только. Ну, на максимум, чтобы быстрее плавилось. Погнали! Вах-вах! Послушайте, как шкварчит! Как видите, внутри плавает еще что-то, что явно не тает. Поэтому от этого мы избавимся. Отожмем. Уберем. Можно, конечно, было бы отфильтровать. Но что-то нет. Мы будем методом декантации. Жирный и жидкий жир. Во! Ж-ж-ж! Короче, у нас возникла убульмасса. Ее надо теперь восполнить. Нам надо же все точно сделать. Вот столько у нас убула. Сейчас взвесим и добавим обратно, сколько надо. А убулы у нас столько. 279 минус стакан. Сейчас взвесим стакан пустой. А пустой стакан 134. Итак, убуль составила 145 грамм. Поэтому надо весить еще жира говяжьего. Ну, короче, это где-то компенсирует наши расходы. Поехали. А теперь будем потихоньку добавлять наш жирок, чтобы оно плавилось постепенно. Вот так вот. Оп! Плавься. Еще можно загрузить немножко. Вот. Расплавится. Опять декантируем лишнее. И у нас будет много хорошего жирка. Внимание, вопрос. После всего нашего такого варенья осталась вот такая же, ну, блевень. Скажите, пожалуйста, дорогие подписчики, что это? Почему оно не растопилось? А? Догадки пишите в комментариях. Как обычно. Должен же был быть какой-то вопрос в данном видео. Вот вопрос. Так, ну, в качестве щелочи мы возьмем вот такое средство для промывки труб. Тут даже в составе написано, где? Вот он написано. Состав. Давайте увеличим. Более 50% щелочи. Там гидроксид натрия. Менее 5% вещества, повышающие растворяющую способность. Краситель. Отдушка. И все. И непонятно, что еще. В общем, давайте взглянем что-то внутри. Тейц, 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 тейц. И видим, что ничего хорошего нас не ждет, да? У нас здесь есть какие-то синие шарики, какие-то белые гранулы. Какая-то ерунда. И надо бы понять, что из этого щелочь. Нам это сделать легко. Мы же химики, типа, да? Вот. Сейчас сделаем. Смотрите, какой фокус покажу. Мы возьмем два стаканчика. Вот раз. Вот два, да? Отсюда возьмем белую гранулу, да? Вот тут есть. Хорошо видно, да? Вот белые гранулы какие-то. Мы их бросим в левый стаканчик. Вот так. Бум. И тут же поймаем синий шарик. Какой-нибудь. Оп. Вот так выглядит синий шарик. Вот он, да? Его мы бросим во второй стаканчик. Тиц. Заливаем и то, и то водой. Залили. Залили. Помешали, помешали, помешали. Помешали, помешали. Это тоже помешали. Да? А теперь берем индикаторную бумагу. Итак, у нас есть две полоски. В левую опускаем полоску одну. Раз. Она не меняет цвет. Во вторую кладем. Оп. И она у нас какая? Правильно. Синяя. А это говорит о том, что у нас синенькие гранулы. Это и есть щелочь. Сейчас будем ручным трудом извлекать нам щелочь. А нам нужно около 30 грамм. Итак, возьмем стаканчик. Затарим его. Возьмем наше средство, содержащее щелочь. Для удобства высыпем вот сюда, да? Ой, сколько. И сейчас будем вручную отделять. Тупая ли эта идея? Тупая. Ужасная? Ужасная. Тяжело ли будет? Сейчас проверим. Один. Это даже не грамм. Да вот. Нет. Сбежал. Придется потом искать. А надо, если что, 30 грамм, да? Эх, использовать какой-нибудь метод разделения. Тут еще, кстати, гранулы алюминия есть. Они нам точно не нужны. Воняет-то. Какая душка. Но зато мыло будет. Во-первых, цветное. У нас же гранулы подкрашены. Во-вторых, с запахом. Там грамм-то уже будет, нет? Сколько можно? Сколько это? 0,1 миллиграмм я собрал? Короче, это надолго. На самом деле, чуть проще оказалось отделять соль от щелочи. Вот так вот берешь, скидываешь. И в основном шарики скатываются. А на шпателе остается только соль. И, видимо, так сначала обедним нашу смесь по соли, чтобы потом проще было щелочи отделять. Да, видно, что как-то щелочи захватывается, но, по крайней мере, мы производим первый концентрат. Ну, в общем, вы принцип поняли. Сейчас мы сначала от соль отделим, а потом уже щелочи в стакан нагрузим. Короче, все это ужас, но что я придумал? Мы берем листок бумаги. На него насыпаем немножко наши щелочи, нашего средства. Насыпали. А дальше, так как у нас шарики-то катаются, мы их потихоньку вот так будем раз поддергивать, и они сами будут скатываться. Где-то уже грамма, сколько можно. У меня создастся ощущение, что весы надо мной издеваются. В смысле, я тут за 5 минут, смотри, сколько набрал. И что, хочет сказать, что здесь нет даже грамма? Вранье, не верю в это. Вот, пересыпал в другой стаканчик. Тут уже 13 грамм, почти половина того, что надо. Сейчас сделаем, нормально все будет. В итоге, что-то я даже переборщил. 34 грамма, да, вот этой штучки насобирал. Таким вот хитрым способом. Да, там есть, конечно, немного примесь. Вон алюминьки, немного сольки. Но мы сейчас немного избавимся и вход пустим. Итак, нашу щелочь, полученную, примерно 31 грамм, надо теперь растворить в 124 миллилитрах воды. С помощью цилиндра мы нальем 100 миллилитров, примерно, да, чтобы из стаканчика вымыть. Сюда нальем, оп, и сольем вот сюда. Все, есть. Мы получили нашу щелочь. Да, там немного булькает, потому что там, как я говорил, на дне есть немного алюминия. Алюминия, но мы получили уже подкрашенную щелочь, как вы видите. Раствор щелочи уже подкрашен, значит, и мыло у нас будет подкрашенное, да? Круто, я придумал. Ха-ха. Какая горячая щелочь при растворении. Ну, на самом деле, там немного было этого алюминия, потому что уже все растворилось. И все прекрасно. И сейчас мы все это будем чуть-чуть остудим щелочь и прильем к жидкому жиру. А теперь аккуратненько перемешивая. Перемешивай сюда, да? Добавляем сюда нашу щелочь. Постоянно перемешивая, перемешивая. Далее. Теперь надо постоянно перемешивать, 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 перемешивать. На образование густой консистенции. И так должно простоять минут 15. Так, дальше. Нам нужно приготовить раствор поваренной соли. Мы взяли обычную поваренную соль. Надо будет готовить насыщенный раствор. Бахаем. Раз. Бахаем два. Бахаем три. И заливаем это водой. И все это перемешиваем тщательно, 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 чтобы получить концентрированный раствор. Ну, мы получили точно концентрированный раствор. Так, и теперь приливаем горячий раствор хлорида натрия к нашей бурде. Все, получили бурду. Ну, посмотрите, показывать не надо. В каком-нибудь и не было виде. Ну, вот тут хорошо видно, что мыло еще не до конца доварилось. Да, видно, вот видите, жир плавает. Внизу вода с глицерином, судя по всему. Потом идет у нас жир. И потом идет наше мыло. Смотрите, как залипало вот тут. Вау. Красота же. Красота. В ходе реакции образуется глицерин и стеорат натрия. В этой реакции слева вот эта страшная молекула, это и есть жир. Так, чтобы проверить качество нашего приготовленного мыла, мы возьмем нашу бурду, возьмем пробирку, возьмем пару капель полученной гадости. И мы поместим пробирку. Поместили. И зальем сюда немного воды. Надо 6 мл, но я на глаз вот так вот. Сейчас эта штучка должна раствориться. Для этого мы возьмем палочку. Можно так вот бурбурбур поделать. Поделать, 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 поделать. Но, чтобы мы ерундой не занимались, возьмем и нагреем все это. Так как у меня одна рука занята, мы сегодня поджигаем спиртовку с нарушением техники безопасности с помощью зажигалки. Подожгли. Молодцы, молодцы. На самом деле не молодцы. И сейчас будем нагревать пробирочку. Вот это хлопья, которые там попали в воду, они должны быстренько раствориться. Если раствориться, значит мы получили хорошее мыло. Если образовались капельки жира, значит мы получили не до конца продукт. То есть процесс омыления должен еще проходить. Разливка мыла. Все. Теперь осталось ждать, пока оно застынет. Завтра все равно застынет. Итак, прошел денек. Давайте смотреть, что у нас получилось. Напоминаю, у нас мы все варили мыло вот в этом стакане. На дне у нас был глицерин с водой. Ну, так как хлорид натрия был растворен в воде. Глицерин хорошо растворяет в воде. Вот это у нас смесь глицерина с водой. Вот мы его слили, так сказать, декантировали. Вот тут у нас, правда, немного мыла. Видите, я могу вот так вот перевернуть. И ничего не вылится. Фокус такой, да, физический. Вон, если посмотреть, там болтается немножко. Видно, да? Плавает. Тут немного мыла слилось. Дальше. Вот тут на дне у нас видно, да? На дне ошметки мыла. Вон, можно его сдирать. Получили мы синенькое мыло, да? Красота. И давайте проверять, что же у нас получилось в самой формочке. Берем нашу формочку и аккуратненько достаем самое настоящее мыло. Блин, что-то не совсем. Почему так? Ну, будем считать, что первый блин не комом, а почти как надо. Вот такое вот мыло мы получили. Голубенькое Fight Club. Мы получили самое настоящее хозяйственное мыло. Как видите, фирменное, бойцовское. Многие спрашивают меня, знаю ли я Тайлера Дердена. Я и есть Тайлер. И первое правило Клуба Химиков. Делай репост этого видео. Ну вот, смотрите. Возьмем для сравнения магазинное мыло, да? Вот немного. Кусочек магазинного мыла. Вот столько взяли. И поместим все это в пробирку. Оп, поместили. Зальвем к нему немного воды. Обычной дистиллированной. Ну и, как видите, оно слабо растворяется, да? Вот так вот трин-трин-трин-трин-трин-трин-трин. Должно растворяться, но пока плохо растворяется. Но, чтобы ускорить процесс, мы возьмем спиртовочку. И... Опять однорукий бандит. Открываем. Снова нарушаем технику безопасности. Как правильно поджигать спиртовку я показывал в другом видео. И будем нагревать нашу пробирку с мылом. Как видите, вам при нагревании мыло растворяется гораздо быстрее. Он даже прыгает там от дни пробирки. И если пробирку встряхнуть, то наблюдается обильное вспенивание. Да хватит плевать. Что-то там пеной. У-у-у. Малитки. Смотрите, какая лесенка образовалась из пены. Малитка поднимается. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Ну, все, собственно, мы получили концентрированный раствор мыла. И оно все растворилось при нагревании. Что я требовалось доказать. А теперь при помощи вот такой вот универсальной бумаги проверим pH среды, которая находится вот здесь. Давайте вот опустим. О, вот, бум. Видите, да? Окрашивается в какой цвет? Правильно, синий. О чем это говорит? Что среда у нас в растворе мыльном щелочная. А все дело в том, что при гидролизе образуется свободная щелочь. Продолжаем экспериментировать с нашим раствором мыла, концентрированным. Что мы сделаем дальше? Возьмем разбавленный раствор серной кислоты. Я здесь приготовил. Добавляем пару капель разбавленной серной кислоты. Бум-бум. Видим, да? Мутнеет раствор. Дело в том, что происходит выпадение нерастворимых в воде высших жирных кислот. Ну, собственно, такие опыты должны показывать в школах на уроках химии. Клевый опыт, да, получился? Вот, был голубенький раствор из-за того, что там было. Индикаторная бумажка. А теперь вон, помутнел. Ну что ж, а теперь кульминация нашего видео. Мы берем наше сваренное мыло и сейчас помоем свои грязные руки нашим свежесваренным мылом. Погнали. Что, моется? Терем. Вуаля! Мыло работает? Ничего не жирно. Прямо даже не пахнет. Кстати, прикольно. Я думаю, будет вонять отдушкой, которая осталась от этого моющего средства, которое для прочистки труб. Но нет. Вот. Хорошо. Видите? Прекрасное мыло. Мы молодцы? Мы молодцы. Вступайте в Fight Club. Давайте вот сравним мыло, которое мы сварили сами, и то, которое мы взяли, ну, сделали из основы, которая продается в магазине. Ну, тут у нас небольшой консачок, конечно, произошел вот тут вот по центру. Но ничего, в следующий раз получится лучше, я думаю. Если мы вообще будем в следующий раз мыло варить. Вот. Наварились, в принципе, и хватит. Вот. Разница, мне кажется, на лицо это прозрачненькое такое. А это вот натурал продукт. Самый настоящий натюр продукт. Nature product. Product. Вот. С другой стороны, вот так вот оно выглядит. В принципе, даже чем-то напоминает, я не знаю, что напоминает. Ну, какую-то стену. О, в охотниках за привидениями была такая жижа, которая там по стенам текла. Вот, напоминает вот это. Здесь же, ну, вот, да. Как-то вот так оно застывало тихонечко. И застыло. Ну, и, конечно, отвечая на ваш любимый вопрос, а кто же моет посуду после всех этих экспериментов? Конечно же, Сашенька. Санечек, кто же еще будет мыть? Кто нахимичил, тот и моет. Ну, с другой стороны, что отмыть-то? У нас и там, и там мыло. Мыло за что отмыть-то? Не сложно. Ну, по еще и отмыло. Сейчас замочим чуть-чуть. И отмоется окончательно. Здесь надо еще сделать пробить дно. И! Раз отверстие, два отверстия. Пока глицеринчик, скажем так, природа не расстроится от того, что мы добавили в нее немного глицерина. Да? На ощупь, самый настоящий раствор глицерина и воды. Что еще можно сделать с глицерином? Я вам рассказывать не буду. Это вы в киношках можете посмотреть. Видали? Что получилось? Мылка. Вот такое. Лабораторная мудрость. Если у пробирки пробить дно, то ее, в принципе, можно уже и не мыть. Так, идем дальше. Возьмем несколько пробирок. Вот пять штучек. И в каждую из них будем помещать немного жира. В качестве жира возьмем вот такое вот кокосовое масло. Да? Вот баночка такая продается. Все могли видеть. Может, какой-то девушки покупают. Почему масло? Потому что жидкие жиры называются маслами. Если что-то не реклама, можно так вот закрыть. Вот. Выглядит это все. Видно, да? Там остаточки. Мне просто банка большая нужна. А то, что там есть внутри, надо вылить. Что мы будем делать? Возьмем наши пробирочки. Отсюда берем маслечко и поместим в пробирки. Поехали. В первую пробирку, во вторую пробирку. Видно, что там есть твердые части субстанции. Все. Эти нам больше не понадобятся. Убираем. Теперь, что мы сделаем? Возьмем в первую пробирку, нальем с самой обычной водички. Вот так вот наливаем. Ну, пусть будет вот так вот. Во вторую мы нальем диэтиловый эфир. Видите, у нас тут есть диэтиловый эфир. Мы его немножко нальем во вторую пробирку. Конечно, надо наливать через промежуточную емкость. Но мы сделаем это аккуратно через горлышко. Хватит. Фу, какой вонючий. В третью нальем спирт. На самом деле, я перепутал. Надо было во вторую налить спирт. Вот, берем диэтиловый спирт медицинский. И наливаем вот сюда. Давайте поменяем местами пробирки, чтобы все шло по сценарию. Во второй у нас будет спирт. В третий диэтиловый эфир вонючий. Так, вода, спирт, диэтиловый эфир. В четвертую наливаем что? Бензол. Видите, С6, А6. Эти самые колечки. Тоже вонючий, газированный походу. Чуть-чуть, тихонечко наливаем. Налили. Молодцы. Даже чуть пролили мимо. Что не молодцы. И в последнюю наливаем бензин. Ну, бензина у меня нет, возьмем керосин. Один хик, разницы нет никакой. Ну, есть разница на самом деле. Но не страшно. В нашем случае все сработает. Налили. Все. А теперь будем внимательно наблюдать. Зачем? А мы возьмем палочки стеклянные. И будем перемешивать все пробирки. Первую с водой. Вторую с этиловым спиртом. Третью с диэтиловым эфиром. Четвертую с бензолом. И пятую с бензином, который аля керосин. Ну, что ж, хорошо видно, что в воде жир нерастворим. Мы снова в этом убедились. Водой мыть жир бесполезно. Во второй у нас этиловый спирт. Вот он чуть-чуть есть. Как бы растворяется и как бы не растворяется. Но видно, что чуть-чуть дорастворяется. В третий у нас диэтиловый эфир. Давайте как следует перемешаем. Скорее, тут слишком много жира было для такого количества диэтилового эфира. Но, как видно, оно все-таки растворяется. Нам просто больше диэтилового эфира, чтобы все растворить. Оно должно растворяться. Ну, как видно, в бензоле у нас что? Ничего, все растворилось. Ну и в последнем в керосине, как и, собственно, в бензине, жир хорошо растворяется. Так что жирные пятна можно выводить с помощью того же самого бензина. Вот вам практическое применение химии. Правда, нужен хороший бензин, который сам не оставляет пятна. Где такой найти, честное слово, не знаю. Если дома так заморачиваться сваркой мыла не хочется, то можно купить, например, вот такую заготовку для мыла или вот такую. Видите, они бывают разные. Одна вон цвет белая, типа другая прозрачненькая. Такие заготовки легко расплавить. Можно добавить к ним всякие там красители, одушки. И так далее. А затем вылить все это в форму и получить вот такое мыло. Благо, этот бизнес развит и можно найти форм и окрасок, и одушек на любой вкус. И все то мыло, которое якобы домашнее, там вот это вот хендмейд, сделано именно вот из такой вот штуки. Вот так вот. Жиром никто не возится. Слушайте, я тут подумал, что мы давно ничего не разыгрывали, не провели никакие конкурсы. И у нас есть теперь вот такое мыло, которое вы видели в видео поучаствованию. Он такое историческое. Поэтому давайте-ка мы его разыграем. Но в связи со сложившейся ситуацией, разыграем мы его среди подписчиков на Патреоне. Розыгрыш проведен в следующие выходные. Когда? Ну, короче, в конце июля. Вот. То есть в следующее воскресенье мы проводим розыгрыш на Патреоне. Так что все, кто хочет попробовать получить вот эту штучку, вот это мыло сваренное, перед вами на видео, подписывайтесь на наш Патреон. А вообще забавно получилось. Мы взяли жир и из него сварили средство, с помощью которого можно отмыть этот самый жир. Надеюсь, данное видео было вам интересно и, возможно, даже с чем-то полезно. Еще раз выражаю огромную благодарность всем, кто финансово нас поддерживает. И всем остальным напоминаю, что и у нас времена, ну, нелегкие. И просим финансово вас в очередной раз ежегодно поддержать. Вот так вот можно, допустим, либо подписаться на Патреоне. На этом у меня все. Пока!